Как выходные? Ну, тяжелые были выходные, потому что мы работали на прямой трансляции 7-го международного турнира «Шахтерская слава» по вольной борьбе. Буквально все бригады работали, и сегодня уже опять в студии. Я, между прочим, наблюдал, смотрел через Инстаграм, прямой эфир. Было очень интересно, молодцы, хорошо подготовились. Наблюдал на кухне, когда готовил? Когда готовил, да. Или выбирал очередной там... Нет, я в тот момент готовил у себя на кухне семейный ужин, между прочим, диких уток, которых мне Женя подстрелил, вот, готовил тех самых уток. Так что, извините, ребята, уточек я уже съел. А сегодня что ты будешь готовить для наших гостей? Сегодня будем готовить белую рыбу. Знаешь, красную рыбу испортить очень сложно, да, даже бюджетную горбушу очень трудно испортить, потому что у нее ярко выраженный вкус, и вообще она, по сути, вкусная. Просто отварил, пожарил, она вкусная. А вот с белой рыбой немножко дела обстоят сложнее. Многие думают, что очень сложно приготовить белую рыбу вкусно. А, кстати, продукты для сегодняшнего блюда предоставлены ресторанным комплексом «Лазурный берег», который находится в деревне Сухово по адресу улица Заречная, 14. Сегодня мы приготовим с тобой вместе и с нашими гостями треску в соусе кинзмари. Такой вот грузинский соус. Для этого нам понадобится кинза, чесночок, уксус и водичка. И много красного перца. И чуть-чуть красного перца. Мы же все-таки не в Таиланде. Горячо будет, а то очень, да. Но немножко добавим. Хотя, конечно, в это блюдо лучше добавлять зеленый перец цицак. Но так как я его не нашел, обойдемся сегодня красным чили. Но при этом нашел свежую рыбу. Свежую рыбу. Как определить рыбу, когда мы приходим на рынок или в магазин? Когда приходим в магазин, как определить рыбу? Ну, конечно, если вот такое филе, нужно его вот так вот пальпаться и пощупать. Все нормально, да. Видишь, не остаются мятины. Все, хорошая рыба. Но если вы покупаете рыбу, которая вот упакованная в голову, да, ну, то есть целая, нужно обязательно посмотреть жабры. Если жабры розовые, значит, рыба хорошая. И запаха тухлой рыбки не должно быть. То есть пальцем можно по жабрам понюхать. Если запах неприятный, значит, рыба уже давно лежит. И если они серые, коричневые жабры, это все, это плохо. Но ты предпочитаешь мороженую любую покупать или вот охлажденную? Ну, конечно, предпочитаю покупать охлажденную, а лучше ловить самому, да. Но иногда приходится покупать и мороженую. Но форель, лосось, можно в наших гипермаркетах купить хорошую охлажденку. Вот она в таких коробах со льдом. Вот такую можно купить. Предпочитаешь ловить сам? То есть ты у нас рыбака. Я рыбак заядлый. Ты что, я постоянно в Молчаново? И в сентябре ты ездил на рыбак. В сентябре в Молчаново, да, как обычно. Это за Томском. Там такие домики классные, да. Там домики, бревенщики. Ты приезжаешь, ни палаток, ничего. Все, разложился, на лодочку прыгнул. Ловишь, ловишь, тебя. Как твоя семья, как твоя жена к этому относится? Очень хорошо. В общем, тоже рыбак. Девочки, иногда мужика надо отпускать с мужиками на рыбалку. Надо. Вот, надо. Она очень хорошо относится. Сама она не ездит, со мной не рыбачит. Мы ездим реально вчетвером. Четверо друзей. Садимся и поехали. На машинке, на нами катер телепарится. Приезжаем туда и 4 дня мы вот в таком вот релаксе. Возвращаемся к нашей рыбе. Я начну готовить. Что ты будешь делать? В первую очередь я разделю вот это филе на некоторые кусочки. И отварю. Нужно отварить в воде. Просто отвариваем. Буквально это 15 минут. Немножечко подсолим. Но совсем немножко. Совсем. Потому что это все будет заливаться вот этим соусом. В котором она будет настаиваться и потом подаваться с соусом кинг-смари. В принципе, блюдо очень простое, элементарное. Об этом ты расскажешь. Об этом я расскажу. В принципе, везде программы. А теперь давайте продолжим. Мы также сегодня ждем гостей. Представителей сети клиник Омикрон. Которые расскажут о важности зрения в нашем современном мире. И Викторию Тимкину с подборкой свежих мировых новостей. Ну а пока. 23 октября 1985 года в Москве начала деятельность рок-лаборатория. Она объединила почти все существующие на тот момент московские и подмосковные команды. Так называемого золотого подполья 80-х. Черный обелиск, бахыт-компот, монгол-шудан, крематорий и другие. В числе которых группа Браво, покинувшая лабораторию, к слову, спустя год. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ласковое солнце в легких облаках. Кто-то там смеется за рекой в цветах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА